Здравствуйте, я Кеннет Копленд. Это очередной выпуск передачи «Победоносный голос верующего». Давайте сегодня утром начнем с молитвы. Я хочу, чтобы вы молились. Войдите с нами в молитву согласия. Иисус сказал, «Если двое из вас на земле согласятся о каком-либо деле, не о любом деле, о котором попросят один, но чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». Я прошу вас войти в согласие с братом Деннисом и со мной сегодня для получения откровения с небес. Относительно того, что Он совершил для нас, когда воскрес из мертвых, что Иисус совершил для нас и что Он делает для нас сегодня. Знаете, однажды, отдав свою жизнь за нас, Он не забирает ее назад. Он продолжает отдавать себя за нас, говорит Писание, каждый день. Итак, давайте же мы попросим у Него. Отец Небесный, мы просим Тебя, молитесь вместе со мной. Отец, мы просим Тебя во имя Иисуса. Откровение сегодня относительно нашего места в Тебе. Относительно нашего места в Тебе. И того, что Ты совершил для нас, когда воскресил Иисуса из мертвых. И того, что Ты совершил для нас, когда воскресил Иисуса из мертвых. Мы принимаем это. Мы принимаем это. Мы открываем наши глаза. Мы открываем наши глаза. Открываем наши уши и сердце. Мы открываем наши уши и сердце. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Я принимаю это. Я принимаю это. Аминь. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Я уже счастлив. Да. Аминь. Я тоже. Брат Деннис, добро пожаловать на еще одну неделю передачи «Победоносный голос верующего». Спасибо тебе. Мне очень приятно быть здесь. То, что Господь совершил для нас на прошлой неделе, было просто чудесно. Самое славное в этом — это славное Евангелие. Это Евангелие, наполненное Его славой. И когда вы начинаете верить Ему и принимать Его, оно начинает проявлять себя. И когда это происходит, это поднимает дух человека на тот уровень, который он не может достичь по-другому. Это выйдет на этот уровень. Потому что мы воскресли и посажены вместе с Ним на небесах. Мы восседаем вместе с Ним на престоле благодати. Слава Богу. И Библия говорит, помышляйте о небесах, помышляйте об этом месте. Однако помышлять об этом достаточно, чтобы осознавать, что вы находитесь именно там. И люди говорят, вы можете настолько зациклиться на небесах, что не будете пригодны для земной жизни. Нет, 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 нет. Вы можете настолько зациклиться на религии, что будете совершенно непригодны для земной жизни. Но когда вы помышляете о небесах, вы делаете что-то для земли. Вам нужно иметь помышление небесное, чтобы быть пригодными для земной жизни. Это необходимо, правда ли? Да. И чтобы увидеть, где он поместил нас. В первом послании Иоанна он сказал, вот, посмотрите, какой любовью он почтил нас, чтобы нам называться детьми божьими. Детьми божьими. И слово, которое здесь используется, «называться». Это не то, как вы свистите, «Эй, ты, пойди сюда». Нет, 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 нет. Он называет несуществующее как. Оно существующее. И тогда что происходит? Оно существует. И он назвал нас своими детьми. И тем, кто приняли его, он дал власть стать детьми божьими. Детьми божьими. Какое откровение. Дело не в том, что он большой сын, а мы маленькие, кропотные, почти что сыновья, дети божьи. Нет, нет, нет. У него нет пасынков и пачериц. И мы не несчастные сироты. Он сказал, не оставлю вас сиротами или безутешными. Я пошлю Духа Святого, и он пребывает с вами. Именно об этом Иисус молился в конце своего служения. Он молился именно об этом. Фактически, именно к этому я бы хотел перейти сейчас и почитать, как Иисус молился в Евангелии от Иоанна, 17 главе. Это привело нас к тому, о чём ты только что говорил, к сыновству, положению владычества, положению исполнять ту же работу, которую Он начал. Он молился этой молитвой. С того места, где они находились, можно было практически увидеть Голгофу. Они были совсем рядом. Он уже на своём пути. Это действительно последнее время, последние мирные минуты, которые Он проведёт со Своими учениками, прежде чем всё произойдёт. И Он видит это. Он видит, куда Он направляется. Он видит крест. И Он молится о том, к чему Бог призывает его, и почему Он это делает. Да. Он молится о перемещении, которое и должно произойти. Не правда ли? Да. Он промаливает его, провозглашая его перед Отцом. Но делает это от нашего имени, это перемещение. Он завершил свою работу. Он сказал это в этой молитве. Он сказал о той работе, которую он совершил, «Я закончил». Он собрался идти на крест, и это была настоящая завершённая работа. Данис, я только что кое-что увидел. Я ещё не видел этого таким образом. Как будто бы четыре тысячи лет. Закончится меньше, чем за двадцать четыре часа. Это всё полностью изменится за несколько минут. Сейчас же. И мы оборачиваемся и смотрим в прошлое. Да, слава Богу. На эту минуту. В эту минуту Он смотрел прямо на нас. Да. Где мы находимся сейчас? Да. В Библии сказано, вместо радости, предлежавшей Ему, Он претерпел крест. И радость, которая предлежала Ему, это именно то, о чём мы говорим. Он смотрел будущее через все эти страдания, крест, и всё то, что Он мог принести. И Он увидел тот день, который только-только расцветал. Через двадцать четыре часа. Он увидел день, когда ситуация на земле будет настолько отличаться от того, какой она была на протяжении четырёх тысяч лет. И это очень сильно. Он пребывал на совершенно другом уровне. Было бесчислено количество ангелов, за которых Он отвечал. Он сотворил их. Они должны были оставить это место. Они были созданы пребывать здесь. Они были созданы служить Божьей семье на этой земле. Бог отдал эту землю человеку. Это служебные духи. Они были созданы быть служебными духами. Да. Служить людям, служить человечеству. Именно так говорит Библия. Но им пришлось уйти отсюда, когда сатана захватил власть над землёй. Их задание с тех пор до этой минуты, о которой мы говорим, состояло лишь в кратковременных посещениях земли. И мы можем видеть это на примере лестницы Иакова, где ангелы спускались вниз и поднимались вверх. Но день Пятидесятницы, который должен был наступить только через несколько часов. Да. Слава Богу! Ведь Дух Святой и две трети ангелов вернулись на эту планету. Слава Богу! И я убеждён. Меня невозможно переубедить другом, что именно их шум все слышали в день Пятидесятницы. Несомненно. И я верю, что это было слышно по всему миру. Это было внезапное вторжение бесчисленного количества небесных войск, которые возвращались домой, на землю. И они не делали это тихо. Да. Дух Святой вернулся сюда, на землю. И проявлять то, что начал Иисус. Да. И то, что Бог Отец предназначил с самого начала. Показывать Его Слово по всей земле и делать это через тех, в которых Дух Святой придёт и будет пребывать в них. Это величественно, правда? Правда же величественно. Вот что ставит нас в центр Божьих планов и в то, что Он открывает в эту минуту времени. И всё началось вот здесь. Ты сказал кое-что здесь. И это откровение для вас. Мы не находимся здесь на грани. Понимаете? Просто старые грешники, спасённые благодатью. Нет. Мы — сердцебиение Господа Иисуса Христа. Мы — это причина. Вы — это причина. Мы — Его причина, почему Он совершил всё это. Мы — причина, почему Он воскрес из мёртвых. Мы — причина этого. И нам нужно смирить себя перед Ним и осознать. Он не просто дал мне небольшой кусочек этого. Он дал нам самого себя. Всего себя. Всего. Знаете, очень часто можно посмотреть на это грандиозное событие, на результаты этого воскресения и немного потеряться. Если думать о миллионах, миллионах, миллионах людей, на которых это должно было повлиять. Но с Божьей точки зрения, дело не в миллионах. Хотя да, это касается каждого. Но это касается каждого отдельного человека. Несомненно. Бог пришёл, чтобы быть частью каждого отдельного вопроса в моей жизни. Здесь нет расточительства. Нет никого, кто бы находился на грани. Правда? Нет. Никого за пределами этого. Никого, которого невозможно было бы достигнуть или прикоснуться. Бог отдал Себя каждому. Каждому из нас. Слава Богу. О, да. Да. Евангелие Теана, 17 глава. Позвольте мне сосредоточиться на этой молитве. Конечно же, здесь только всего. Но здесь мы видим определённые утверждения, которые Он сделал. И мы можем, я уверен, рассмотреть много этих стихов. Но в 22 и 23 стихах... Давай сначала прочитаем 20 стих. Хорошо. Прочитаем до него. Не о них же только молю. Он говорит об учениках, сидящих за этим столом. Верно. Но и о верующих в Меня по слову их. Верно. Каждый верующий на этой планете пришёл и поверил в Иисуса или непосредственно, или косвенно, через слово этих людей. То есть это молитва о нас. Сидящих за столом с Иисусом. Он молится за каждого из нас. Включая тебя и меня. Итак, Он молится за нас. За меня. У нас есть каждое полное, абсолютное право верить обо всём, что Он сказал, потому что Он молится обо Мне. То, о чём молится Иисус, происходит. Было бы хорошо согласиться с ним. Было бы действительно хорошо принять это. Да. Сделать это личным. Итак, Он молится о нас. И в 22 стихе в этой молитве за нас Он сказал Отцу, «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едины, как мы едины, я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познают они». Теперь смотрите внимательно. «Что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня, как возлюбил Меня». О, брат! И в этом предложении мне бросаются в глаза две вещи. Первое, Он сказал, «Слава, которую Отец дал Мне, Иисус сказал, вот что и даю Своим ученикам». Итак, хорошо. О какой именно славе Он говорит? И я увидел это в том, как Пётр описал это в Своём послании, во Втором послании Петра. И мы ещё вернёмся к Евангелии от Иоанна. Но в Своём втором послании Пётр описывает, какая именно слава придёт на всю землю. Второе послание Петра, первая глава, 16 стих. Пётр сказал, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетённый баснем последуя, но бывшие очевидцами. Мы видели это лично, ибо Он принял от Бога Отца честь и славу». Вот оно. «Когда от велелетной славы принёсся к Нему такой глаз». Вот что Отец сказал в тот день, когда Иисус вышел из воды крещения. «Сеясь, Сын мой возлюбленный, в Котором моё благоволение». Слава Богу! Бог провозгласил Иисуса Своим Сыном и сказал, «Я удовлетворён тем, что сказал Иисус». Бог провозгласил. Бог Отец провозгласил это сыновство, которое Бог хотел открыть через Иисуса и открыть славу Отца таким образом, каким Отец совершал это через служение Иисуса. Итак, посмотрите. Вот что мы знаем. Мы знаем, что Иисус называл Себя Сыном Человеческим. Он не действовал только как единородный Божий Сын. Нет, не действовал. Он открывал сыновство. И хотя на то время, о котором говорят Евангелии, Он был единственным единородным Божьим Сыном, на этом всё не оканчивалось. Он представлял, как выглядит сыновство и как слава Отца открывается через человека. Через человека. Именно так действовал Иисус, как человек. И в то время, пока Иисус, Сын Живого Бога, и именно так провозгласил Отец, Иисус открывал, как это сыновство будет работать не только через Него, но и через каждого, рождённого от Духа Божьего, свободного от владычества греха. Именно поэтому так важно помнить, что Он сказал, «Я говорю только то, что я слышу», говорит мой Отец. Да. Он проповедовал об этом. Здесь, в пятой главе Евангелия от Иоанна, Он сказал, «Сын ничего не может творить сам от Себя». Это удивительно. Он не сказал, «Сын не будет этого творить». Он сказал, «Я не могу творить ничего сам от Себя». Но как мой Отец научил меня, как мой Отец показал мне, что я должен говорить и что я должен делать, я делаю только то, что угождает Ему. Да. И Он повторял это снова и снова, «Я ничего не могу творить сам от Себя». После этого Он развернулся и сказал Своим ученикам, «Вы ничего не можете творить без Меня». Но если развернуть это с другой стороны, со мной Вы можете делать всё. Всё. Слава Богу. Вот это проповедь, не так ли? Именно так. Вот что Бог хотел показать, продемонстрировать и открыть. Вот почему Он пришёл. Вот почему Он пришёл. Да. Развернуть человечество и совершить то, что Он всегда хотел совершать. Он хотел проявить Свою доброту, Своё величие, Свою любовь, Своё милосердие, Свою благость и избавить от всего этого греха и мусора, который пришёл и испортил всё. У Сатаны было такое представление, что Он загнал Бога в угол, и Богу придётся действовать в Своём гневе, и все увидят Бога плохим и жестоким. Да. Но не так. Даже в те времена Он поступал так из-за Своей любви. Да. Открывая Свою любовь. Несомненно. Как безусловную любовь. Именно это Иисус говорил в этой молитве. Позвольте я прочитаю это снова. Он сказал, «Чтобы мир познал, что Ты возлюбил их, как Ты возлюбил Меня». Настолько же, как Ты возлюбил Меня. Это потрясающее откровение. Когда я только вошёл в это служение, я не так долго ещё находился в служении и натолкнулся на эту молитву. И прочитал этот 20-й стих. Я был совсем не просвещенным в этом. Я узнал только немного о том, что значит быть рождённым свыше. И потом ко мне попали проповеди брата Хейгена. А также я мог путешествовать вместе с братом Робертсом и видеть все те чудеса, которые происходили на его служениях. И я слышал, как он проповедует о любви Божьей. И вот я натолкнулся на этот 20-й и 21-й стихи. Иисус молится обо мне. И я сразу же открыл Марка 11, 24. Да. То, о чём часто проповедовал брат Хейген. «И чего только не попросите в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Для меня тогда это было совершенно новым. Я только-только узнал об этом. И я подумал, «О, я знаю, что я буду делать». Я просмотрю каждый стих этой молитвы Иисуса в Евангелии Атанна 17 главе. И я соглашусь с ним. И я поверю, что принимаю его. Потому что Иисус молится обо мне. И я знаю, что Иисус молился в вере. Поэтому я буду принимать все эти слова. Я вернулся обратно к первому стиху и начал снова читать. Я останавливался на каждом стихе. И я верю, что принимаю его. Я верю, что принимаю. Я дошёл до 22-го стиха, где написано, «И славу, которую ты дал мне, я даю им». Но мне раньше не говорили, что мы можем иметь какую-то славу. Мы же не касаемся славы Божьей. А тут меня просят верить, что я принимаю славу Божью. Я подумал, «Но ведь это слова Иисуса». Он сказал это. Я этого не понимал, но я просто поверил этому. И дошёл до 23-го стиха, где сказано, «И я подумал, «Ты хочешь сказать мне, что Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса?» Слава Богу! Дэннис, мои колени тогда начали дрожать. Да. Ведь я уже встал и с радостью провозгласил, что буду верить и принимать каждое слово. И вот я натолкнулся на это. Да. Моё греховное сознание активизировалось. Мои колени физически дрожали. Я собирался сказать это. И я сказал это вслух. Если бы это были не слова Иисуса, я бы никогда не произнёс это. Понимаю. Я бы никогда не мог сказать, что Бог любит меня так же сильно, как Он любит Иисуса. Религия бы не позволила этого. Да, не позволила бы. И ты знаешь, я в самом начале служения записал песню, что я стал праведностью Божьей. Вы знаете, христианские диджей на радио не хотели её крутить, потому что считали, что это хула на Духа Святого. Боже мой. То же самое чувство овладело мной в ту минуту. Да. На том месте. Верно. Я не знал ещё о сказанном в 1 Иоанна 3.1. Возлюбленные, посмотрите, какую любовь дал нам отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Да. И вот я. Хорошо. Детьми сыновьями Божьими. Иисус никогда не грешил. Он никогда, видите ли, греховное сознание активизировалось моё мышление. Как ты мог полюбить меня так же сильно, как ты полюбил Иисуса, учитывая всё то, что я совершил в своей жизни? Ведь Иисус никогда не совершал ничего подобного. Он был такой чудесный. Бог возлюбил его не потому, что он был чудесным, хотя он был чудесным. И Бог возлюбил меня не потому, что я был милым и чудесным. Он возлюбил меня просто потому, что он Бог. И он провозгласил, что он возлюбил меня. И он никогда не оставит и не покинет меня. Бог есть. Да. Любовь. Вот почему. И Он есть любовь. Бог есть любовь. Если Он есть в моей жизни, любовь, Его любовь, совершенная любовь есть в моей жизни. И она полностью моя. Он возлюбил меня точно так же, как Он возлюбил Иисуса. Мозг не хочет даже принимать этого. Не хочет. Но это так реально в наших сердцах. Это возрастает и начинает обновлять ваш разум. И заставляет дьявола думать, что он вот такого размера. Да. И вы просто раз, и дьявол уходит, потому что совершенная любовь изгоняет страх. Верно. Да. Слава Богу. Потоком смывает страх из нашей жизни. И тогда я начал ходить по комнате и говорить, Бог любит меня точно так же, как Он любит Иисуса. Я сказал, я просто буду говорить это вслух. И я весь дрожал. Я продолжал провозглашать это и повторять. Бог любит Каната. Слава Богу. Бог любит Каната точно так же, как Он любит Иисуса. Бог любит меня. И вот что вышло из моих уст. Он дал Иисуса, чтобы привести меня, чтобы привести многих сынов в славу. Вот именно. Это поднялось в моем мышлении. Начало бурлить внутри меня. И Денис это становилось все больше и больше. И до сих пор. До сих пор становится больше и больше. А ведь это было... Слава Богу. Более 46 лет тому назад. Да. И это становится все больше и больше. Это самое большое откровение, которое мы только можем принять. Вот именно. Что Божья любовь к нам так же сильна, как Его любовь к Господу Иисусу. Завтра мы продолжим говорить об этом. Да. Наше время подошло к концу. Мы с братом Денисом вернемся через минуту. Просто успокоимся. И вернемся. Да, сэр. Ты помнишь, что говорил брат Лерой Томпсон? Мы наткнулись на нефтяной источник. Да, на фонтан. Да. Мы наткнулись на этот фонтан. Вчера. Да, брат. Хорошо. Давай вернемся сегодня к 17 главе Евангелия Теана. В этой молитве Иисус открыл много всего. О, Боже мой. Она такая насыщенная. В одном месте этой молитвы Он сказал, «Я дал им Слово Твое». В другом месте этой молитвы Он сказал, «Я являю Твою славу». В том, что мы читали вчера, Он сказал, «Кстати, я хотел бы сразу обратиться к этому сегодня. Я дал им Славу Твою». Он молился о перемещении. И мы упоминали это вчера. Да. Он молился о том, чтобы состоялось это перемещение во времени, и чтобы оно приготовило все необходимое для того, что должно было произойти. Рождение свыше было премудростью Божьей, тайной, сокровенной во Христе Иисусе. Если бы демонические власти века сего знали, они бы никогда не распяли Господа славы. Но Иисус готовил все это. Он молится этой молитвой, и Он высвобождает свою веру в этой молитве. И тогда Бог Отец, Который пребывает в Нем. И давай немного вернемся назад. Евангелие от Иоанна 14, 10. «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». И Иисус через эти слова, которые Отец вложил в Него, молился этими словами, высвобождал свою веру. И тогда Отец исполнил Его молитву. Но Ей нужно было помолиться до того, как Он пошел, а не после. Но вот здесь. «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Он молился об этом. И раз Он помолился об этом, это записано в небесах. И теперь Отец Небесный волен исполнять это. И Он исполнил все. До Голгоф, Он исполнил все до этого креста. Он предал Свой Дух в руки Божьи. Он стал послушен даже до смерти крестной. Иисус сказал, «Никто не отберет Мою жизнь. Я беру ее, и Я жертвую ее». Иисус пожертвовал Своей жизнью. Он сошел в ад и пострадал за грех Адама. И тогда Дух живого Бога, как сказано в первой главе посланник Евреям, воскресил Его. Иисус явил Себя во плоти, а жил в Духе. Ожил в Духе. И Он первый, кто родился свыше. А ведь Он должен был стать нашим грехом. Но после этого Он был рожден праведностью Божьей. Праведность Божья. Да. После того, как Он принял весь грех и всю неправедность, заплатил эту цену. Теперь Он принял праведность, которую явил Бог Отец. И человек. И человек. Иисус до сих пор остается человеком, Денис. Знаешь, однажды это так коснулось меня в молитве, что сегодня человек посажен одесную престола Божьего. В Троице есть человек? В Троице есть человек. Подумайте только. Вы сомневаетесь в том, что нас хорошо представляют? Конечно, нет. И почему это так? Знаете, когда Иисус принял плоть, Он стал человеком. Он стал человеком, родился на земле, и Он остался человеком на всю вечность. Да. Он настолько изменился. Он никогда не перестал быть человеком. Да. Он не оставил это состояние. Да. Потому что Он умер как Сын Человеческий. И когда Иисус был воскрешен и прославлен, Он был воскрешен и прославлен как Сын Человеческий, как человек. Да. И помните, Он сказал Своим ученикам после воскресения, «Осержите Меня, ибо дух плоти и костей не имеет, как у Меня». Воскрешенный человек. И Бог все передал ему. Да. И назвал его Богом. Назвал его Богом. И мы сына следники с этим. Мы сына следники с этим. Мы сына следники с этим. Вот что Бог планировал все это время. Мы кость от Его костей. Да. И плоть от плоти Его. Видишь, это исполнилось. Дабы они были едины, как и мы едины. И верой, когда мы принимаем Иисуса Господом в нашей жизни, это происходит. Это происходит. Мы становимся едины. Нас уже не двое. Уже не я и Иисус. Двое отдельно. Мы едины вместе. Я в нем, а он во мне. И теперь мы вместе. Давай положим здесь закладку, потому что нам нужно будет вернуться к этому. Но в третьей главе послания к Ефесянам апостол Павел написал то, что слишком часто читается, рассматривается и воспринимается не в точности так, как он сказал об этом. Но вот молитва апостола Павла. И вот в 14 стихе, в 3 главе, послание к Ефесянам сказано. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого, здесь он говорит не об Иисусе, он говорит об Отце Небесном, преклоняю колени мои пред Отцом, от которого именуется всякое Отечество, или же всякая семья, на небесах и на земле». «Мы получаем наше имя». «Это наше имя». «И мы получаем наше имя отсюда». И он не говорит «я хочу сказать это так, чтобы было понятно». И я разделяю это в целях изучения, хорошо? Верно. Они стали едины, но я разделяю это в целях изучения. То, что называется неизреченным именем Божьим. Настолько величественно. Что уста человека даже не могут вместить его. Его невозможно постичь. Иисус сказал «я сохранил их в твоем имени, внутри этого имени». На иврите оно пишется как «йот хей вав хей». Это имя. Это просто славное, превосходное имя. И он сказал «мы именуемся». Разрешите мне вернуться к этому. Мы именуемся по этому имени. Понимаете? Итак, Деннис, это наше имя. Да. Наше имя. Он дал его нам. Он назвал нас. Мы унаследовали это имя. И все, что сопровождает это имя. Да. И в послании к филиппийцам сказано. Он воскресил его и дал ему имя превыше всякого имени. Дабы пред именем Иисуса... Слава Богу. ...склонилось всякое колено и всякий язык исповедал. На небесах, на земле и в преисподней. Что Иисус Христос, йот хей вав хей. Во славу Его Отца. Да. Слава Богу. Понимаете? Да. Действительно. И мы были посланы в это имя, имя Иисуса, чтобы брать это имя и провозглашать Его волю и Его славу, Его планы и желания, как наше задание. Мы приносим на землю, на наши рабочие места, в нашей семье, бизнес. Ведь это часть благословения. Мы приносим славу Божию, провозглашая Его имя. И результатом является благословение. Не правда? Обладайте землей и владычествуйте. Владычествуйте на ней. Хорошо. И это ведет меня к тому, что я хотел указать и прочитать. Мы вернемся и к этому. Но в восьмом псалме... О да. Ты только что упомянул одно слово «владычество». О да. И здесь, в восьмом псалме, есть свет, который должен прийти на это. Я хочу посвятить этому минуту. Восьмой псалом, второй стих. Он сказал, «Господи, Боже наш, как величество на имя Твое». Смотрите, слово «Господь» в английской Библии написано большими буквами. А ведь это «йот хей ваф хей». Итак, «Господи, Боже наш, как величество на имя Твое по всей земле». Оно не только на небесах. На что Бог указывает здесь? Да, оно на небесах. Мы не умоляем этого. Но есть очень важный момент. Бог использует нас в процессе явления и открытия этого имени на земле. Мы — часть всего этого процесса. Именно к этому подводит нас этот псалом. Итак, я продолжаю. В четвёртом стихе Он сказал, «Когда взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звёзды, которые Ты поставил». Пятый стих. «То что есть человек, что Ты помнишь Его, и Сын Человеческий, что Ты посещаешь Его». Минуточку. Иисус всегда называл Себя Сыном Человеческим. И здесь есть определённая черта, идентичность, которую открыл Иисус, в которой Он действовал как человек. Однако мы также Сыны Человеческие, в том смысле, который Он открыл. И мы действуем как люди, помазанные и рождённые от Живого Бога. О, да. Не только единственный Сын Человеческий, но также и Сын Живого Бога, как Иисус. После Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, Иисуса больше не называют единородным Сыном Божьем. Да, верно. Он первенец из мёртвых. И мы также рождены от Бога. Который приводит многих сынов во славу. Да. Смотрите, как Он дальше продолжает этот псалом. Он сказал, «Немного ты умолил Его перед ангелами». И слово «ангел» — это тоже еврейское слово, которое используется в первой главе Книги Бытия, где говорится о Боге. Да, «немного умолил Его перед Аллахимом, перед Богом». И дальше Он сказал, «Славой и честью увенчал Его». Вот это слава. Ты увенчал Его. Кстати, это слово «увенчать» обозначает не только то, что возлагается на нашу голову, а и то, что окружает нас. Видите ли... Он окружил нас славою и честью. Видите ли, ничего не приходит извне. Это приходит изнутри, наружу. И когда Он провозгласил благословение в жизнь Адама, это все произошло. Именно по причине этой славы. Адам никогда не видел своего физического тела. Оно было покрыто. Он и Его жена были покрыты славой. Он был одет в нее. Она как будто была Его одеждой. Божья честь. Да. Это восхитительно. И особенно тогда вы могли... Подумайте обо всем, что Бог создал. У каждого животного одежда растет изнутри. Все. Бог создал человека, чтобы изнутри они были одеты Его славой. И это изменилось. Да. Когда свет погас. Да. Когда они оступились и согрешили. И увидели свои настоящие физические тела. Впервые. Да. Адама испугало это. Да. Весь этот страх объявлен. И это служение, о котором молился Иисус, то, что мы рассматриваем, должно заново утвердить и воссоединить человека с той же генерирующей славой внутри. Деннис, если он не может вернуть это сюда и даже дальше, тогда это несовершенно. Это несовершенно. И тогда грех действительно имел большее влияние, чем то, что совершил Иисус, если это не возвращает нас обратно. Как же это звучит? Мне кажется, что это сказал и Дабл Ю Кеннин. То, что Бог совершил в Иисусе, было значительно сильнее и больше того, что сатана совершил в Адаме. Да. А если это не так? Если это не так? Тогда благодати недостаточно. Да. Но мы знаем, что дело Божье намного больше. для тех, кто принимает обилие благодати и дар праведности. Задумайтесь об этом. Слава Богу! Мы были возвращены на это место, которое на самом деле больше, чем то, что Адам и Ева переживали в саду. Да, потому что, когда Иисус воскрес из мертвых, Он был прославленным Сыном Человеческим. Прославленным человеком. Прославленный человек, да. А мы являемся сонаследниками и причастниками воскресения Иисуса. И Иисус сказал... Это вечно. Слава Мою Я дал им. Именно об этом мы говорим здесь. Об этом ты говоришь здесь. Об этом молился Иисус. Это перемещение должно было произойти. И Он принял это перед Отцом, чтобы эта слава Сынов Живого Бога начала приходить. И любовь, которую Бог имеет каждому человеку, была принята так, как она была предназначена. Так, как ее принял Иисус. Помнишь последний стих 17 главы? Иисус молился также о том, и это потрясающе. Нам нужно прочитать это. Разрешите мне прочитать. Он сказал это в последнем стихе. И я рад, что ты вспомнил об этом. Он сказал, «И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Проанализирую это. Он не сказал просто, «Чтобы любовь, которую Ты возлюбил их, была в них». Это не совсем то, что Он сказал. Он сказал, «Я открыл имя Твое». Иначе говоря, что Он делает? Он излагает это перед престолом Божьим. И это должно произойти вот так. Это была просто лицензия для отца делать все, что Ему нужно было сделать, чтобы совершить это. Слава Богу. Да. И Он сказал, «Да любовь, которую Ты возлюбил меня, Иисуса, в них будет, в них будет». А теперь вернемся чуть назад. Он сказал, «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя, а отец, пребывающий во мне. Он творит дела». Да. И тогда Иоанн продолжил эту тему, расширив ее, сказав, «Кто исповедует Иисуса Господом, тот пребывает в нем, и Он в Боге». Дальше Он сказал, «Бог есть любовь, и любовь пребывает в нем, и Он в Боге». Да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет. Он излил свою любовь в наши сердца Духом Святым. Да. Зачем? Чтобы дела, которые я творю, и вы творили. И мы не можем творить их нашей любовью, но мы можем творить их Божьей любовью. Да. И она вот здесь. И когда у меня есть эта уверенность, когда у любого из нас есть эта уверенность, что мы любимы Богом на этом уровне, Это изменяет все неправда. тогда мне совершенно несложно знать, что Бог хочет исцелить мое тело. Это изменяет все. Он хочет принести пользу в мою жизнь во всех возможных отношениях. И вера приходит из этого реального откровения про эту любовь. Недавно у меня был разговор с одной женщиной. У нее происходит личная борьба. Она чувствует реальное физическое давление на себя. Очень серьезные вещи. И она провозглашала Слово Божие, говорила Слово Божие, делала все правильные вещи, точно то же, что делаю и я. Но я знал, что что-то не то. Не происходит соединения внутри. И тогда она позвонила мне. Она сказала, «Знаешь, я делаю так». И она писала все, что она делает, говорит Слово, говорит все это. Но вчера, сказала она, она делала это много месяцев. Вчера я осознала, что та цена, которую Иисус заплатил по Своей любви ко мне, чтобы я была свободна от греха, также является той ценой, которую Он заплатил за меня, чтобы я смогла жить свободной от болезни. И она сказала, «Я поразглашаю это уже несколько месяцев, но, наконец, что-то попало в мое сердце, и все стало ясно». Это откровение, что Любовь Божья не основывается на том, что мы должны сделать все. Она основывается на Его Слове. Но это должно подняться изнутри нас. Моя жена Вики называет это в своей книге «Путешествием на 45 сантиметров». Это должно выйти из нашей головы и проникнуть в наше сердце. И тогда оно возвращается сюда. И тогда поднимается обратно и выходит из наших уст. И выходит с силой. Это откровение. Однажды одного теолога спросили. Это был серьезный теолог, написавший много трудов. «Каково, по вашему мнению, самое большое откровение, которое вы получили во время ваших всех исследований?» Он откинулся в кресле и сказал, «Иисус любит меня, я знаю это, потому что об этом не говорит Библия». Вот это послание. И оно не ново. Но откровение об этом привело нас туда, где мы еще не были. Да. Оно привело нас куда-то. Оно так глубоко. Что если посвятить время, исследуя благодать, и люди зацикливаются на этом, но если проповедовать только о благодати, подразумевая, что грешить нормально, то можно попасть в крайности. Вы будете оставаться в этом греховном горшке. Выходите оттуда. И осознайте, что по вере, что было по милости, то есть по благодати, и вера жизненно важна. Откровение о вере, потому что без веры невозможно угодить Богу. Почему? Потому что именно благодать угождает Богу. Итак, по вере, что было по благодати. Но уверяю вас, что если взять, написано в 4 главе послания к римлянам, по вере, что было по благодати. Ты повторял это столько раз. Когда мы приближаемся к Богу и относимся к Богу согласно вере, Бог имеет с нами отношение по благодати. По благодати. И это очень важно. О, да. Слава Богу. Да, да, это так чудесно. Требуются годы, годы веры. И вы получаете еще один проблеск, еще один проблеск. И вы думаете, это же так чудесно. И тогда Господь говорит, а теперь посмотри на это. Да, и мы еще не закончили. Да, и откровение приходит снова и снова. И тогда Писание говорит, вот почему мы были рождены, дабы в нашей жизни было явлено в грядущих веках призабильное богатство его благодати. Мы все еще будем рассматривать это. В этом из перевода сказано, являйтесь в вечность. Один человек сказал, мы собираемся на шоу, брат. Собираемся на шоу, да. Отец, мы благодарим тебя, и мы прославим тебя. Вот это у нас изучение. Знаешь, Деннис, я думал, прежде чем мы начали эту передачу, что в сложных ситуациях нужно научиться. И вполне возможно, что самые сложные ситуации это когда не происходит ничего катастрофического, но вы просто устали, измотались, противны сами себе, раздражены, злы, и думаете, я устал быть таким. И вот вы начинаете жалеть себя, и тогда уже говорите, я не знаю, почему я не могу перестать это делать, и все такое. Сядьте и проповедуйте себе, пока не обрадуетесь. Проповедуйте на эту же тему. Вот почему важно посещать наш сайт в интернете и смотреть эти передачи снова, снова и снова. Именно поэтому мы и выходим в эфир. Да. Для вас. В этом цель Денниса. Наша цель. В этом предназначение наших служений. Но и мы также должны поступать таким образом. Мне нужно выходить на свою террасу в доме и говорить, хорошо, Кеннет, хорошо, а теперь возьми и послушай это. Я начинаю просматривать это и проповедую себе до тех пор, пока не возвращаюсь в свое положение и заново полируя, освежая свою веру. А потом вы идете и делаете что-то хорошее для своей жены. Да. Верно. Пойдите, купите ей что-то красивое. Сделайте это. Да. Сделайте это правильно. Да. Да. И выйдите из магазина с улыбкой на своем лице. Слава Богу. Слава Богу. Знаешь, я научился этому уже давно, и Господь открыл мне это. Господь сказал мне, служи хорошими вещами. В этом случае Он говорил о доме. Мы молились. Некоторое время назад мы молились и спрашивали Бога, есть ли его воля на то, чтобы строить этот дом, в котором мы сейчас живем. И Бог сказал мне, послужи глории этим домом. Это часть твоего преуспевания. И с годами Бог научил меня никогда ни в чем ей не отказывать. Потому что я, мы с тобой, согласно Божьему порядку, подчиненности, любим наших жен, как Христос возлюбил церковь. И Он ни в чем не отказывает нам. Верно. Нет, нет. Его обетование — это да и аминь. Он дает щедро. И когда она собирается в магазин, даже не шутите по этому поводу. Ну, вы знаете, это хорошо для нее и плохо для меня. Нет, просто замолчите. Не говорите так ни при каких обстоятельствах. Не говорите так другим людям. Никогда не принижайте своих супругов перед другими людьми. Нет, нет, нет. Никогда не делайте это. Поднимайте их, возвышайте их. Ведь вам жизнь с ними. Хвалите их, слава Богу. И я позвал ее и сказал, «Глория, любимая, послушай, хотел тебе сказать, иди в магазин и найди себе что-то большое и красивое, и купи это. Потрать все до последнего цента». Да. Благословляю ее. Вы благословляете себя в то же время. Да, я благословляю себя. И, конечно же, зная Глорию, я знаю, что она не тратит деньги попусту. Она просто этого не делает. И она не делает это не потому что считает это неправильным. Она не делает этого потому что просто не хочет. Вот так. Да. Это в ее характере. Вики тоже такая. Но я... Когда она видит то, что действительно хочет, лучше уйдите с ее дороги, потому что она обязательно сделает, что это хочет. И она должна это получить. Должна. Да, конечно. Да. И это все приходит благодаря тому, что мы стали праведностью Божией. Поэтому в нашем лексиконе нет фразы «Мы не можем себе этого позволить». Да, не можем. Однажды кто-то сказал в каких-то новостях, «Долг Соединенных Штатов вырос настолько, что уже никто не может его выплатить». И я сказал, «Да, это ты верно подметил». И Господь сразу же прервал меня. Он сказал, «Кем ты себя считаешь, что говоришь такое?» «Триллионы долларов для меня ничто». Он сказал, «Если ты захочешь верить мне и будешь послушен, я могу дать тебе эти деньги, чтобы ты выплатил весь государственный долг. Ты можешь владеть Соединенными Штатами». Вот это да, слава Богу. Он спросил, «Где твоя вера?» Он сразу же одернул меня. Поэтому прекратите так говорить. Прекратите размышлять о недостатке. Прекратите размышлять об этом. И подобные вещи. Я верю Богу, что Он выведет эту страну из этих долгов. Я знаю, сколько радости это приносит. Я уже более 50 лет живу без долгов. У меня нет ни одного долга. Я знаю, как это быть. Свободным. Лучше примем мне эстафету и вернись тому, о чем и говорим. Знаете, мы изучаем это сыновство и то, о чем молился Иисус, чтобы совершить это перемещение и занять эту позицию, где Он восседает одесную престола Божьего. И мы восседаем вместе с Ним, однако оставаясь на земле и продолжая демонстрировать Его. Все Его служение было откровением. Меня так сильно поразило то, что с самого начала Своего служения Иисус начал использовать терминологию, которую в то время никто не использовал, называя Бога Своим Отцом. Да. Никто не говорил так. И это расстроило этих людей? Это разозлило религиозников, потому что Он опустил Бога на совершенно обычный уровень в их разуме. Когда величайший ученый в истории человечества открыл формулу E равно mc квадрат, и именно он дал правильное определение земному притяжению. Именно он правильно определил разные другие вещи. И можно задать вопрос, как мистер Эйнштейн это сделал? Как он этого добился? В научных кругах на него так разозлились, что хотели его убить, потому что он сказал, сказал следующее, «Я просто попросил у Бога показать мне, Господь, как ты это сделал? И потом подумал, если бы я был Богом, как бы я это сотворил? Как бы я это сделал? И потом он добавил, «И тогда мне показалось, как будто бы я сверху смотрю вниз, и вот что я увидел». О, слушайте, научный мир так разозлился. Так нельзя. Это было и греховное сознание, и законническое мышление. Хотя некоторые из них были религиозными, однако не все. Но Эйнштейн совсем не был религиозным. Некоторые считали его атеистом. Да. Хотя он не был атеистом. Он верил. Он был верующим в Бога. Но он не хотел присоединяться к их религиозным идеям. Подумайте об этом. Вот что принесло ему эти открытия, эти откровения. Отважился думать по-другому. Что он отважился? Что он думал? Как бы я это сделал? Если бы я был Богом, как бы я это сделал? Он сказал, «Господь, покажи мне, если бы я был Богом». Он сидел там и думал, «Если бы я был Богом, меня как будто бы подняло вверх, и вот что я видел сверху». Иисус разозлил религиозников. Вот что пришел сделать Иисус. Подобными словами. Вот из-за чего они так разнелись. Однако Иисус поступал так с самого начала. Знаете, когда он еще был мальчиком, его родители ушли, Иисусу было всего лишь 12 лет. Библия говорит, его семья оставила его в храме. Они отправились домой, а потом вернулись, чтобы найти его. И он спросил, «Разве вы не знали, что я должен заниматься делом своего отца?» Именно так он сказал с самого начала. «Если для нас это обычное мышление, ведь мы слышим такое все время». Так не было тогда. Но так не было тогда. Никто не говорил таким образом, хотя Бог открыл себя как отец. Он сказал Давиду, «Придет Тот, Которому я буду отцом, и Он будет Моим сыном». Он провозглашал, и пророчествовал о Господе Иисусе. Конечно. Он открывал отцовство Божье. Но никто не думал так о Боге. Никто не считал, что можно думать так о Боге. Они проповедовали о законе, а не о благословении. И в этом не было настоящих отношений. Не так, как они это понимали. И как мы видим это сейчас, через то, что совершил Иисус. И на протяжении всего своего служения Он использовал такие слова. Но было прекрасно, когда Он сказал это, когда учил Своих учеников молиться. Он сказал, молитесь так, Отец наш Небесный. Он не сказал «Мой Отец». Он не говорил только о том откровении, что Бог его Отец. суть откровения была в том, что Бог будет нашим Отцом. Помнишь, что Он сказал через несколько минут после того, как воскрес из мертвых? Он сказал Марии, «Иди и расскажи о Отце Моем и Отце Вашем». Да. Боге Моем и Боге Вашем. Чудесно, не правда ли? С этого момента в Его глазах они были равны. Вместе с Ним в Отце. Да. Потому что именно так Иисус молился. Он подготовил это в 17 главе Иоанна. Именно так Он молился. Да. Провозгласил имя Божье. Открыл Его славу. Дал нам Его Слово. И все это открыло нам, кем является Бог. И Бог открыл Себя через Иисуса, как наш Небесный Отец. Перед началом передачи ты сказал мне кое-что, и это до сих пор звучит во мне. Я выскажу это так. У них был следующий тип мышления. Мы ищем Бога. И Его нелегко найти. Он изолирован. И Он никогда не ищет нас. Но тогда пришел Иисус и сказал, да нет же, Бог ищет нас. Мы для Него важнее всего остального. Да. И Он рассказал им историю об одной овце. Пастух оставил все стадо, чтобы найти одну овцу. Помните эту историю? Да. Он оставил все стадо, чтобы найти одну копошку. Чтобы пойти и найти ее. И кстати, в 15 главе Евангелия от Луки, давайте рассмотрим это, потому что именно в 15 главе Евангелия от Луки, Он рассказывает эту историю, притчу о пастухе, который оставил 99 овец, чтобы найти заблудшую. И также Он рассказывает другую притчу о женщине, которая потеряла монету. У нее были монеты, но она потеряла одну из них, но обыскала весь дом, пока не нашла эту монету. А потом она позвала все своих друзей радоваться, потому что была восхищение, В общем, это две притчи. Иисус рассказал две притчи о пастухе и об этой женщине. Да, это важная часть истории. Важнейшая часть, потому что Иисус изобразил здесь Бога. И знаете, каждый, кто слышал, как Иисус говорил о пастухе, должен был знать и псалмы. «Господь мой пастырь». Да. И именно Бога изображал Иисус, когда показывал, что сделает пастух. Он будет искать заблудшую овцу. Но этого не было в умах людей. И Иисус менял это, чтобы открыть кое-что о Боге. Он рассказывает притчу об овцах и об одной, которую искал пастух. Он рассказывает притчу о женщине, которая ищет монету. И дальше Он рассказывает об одном человеке. Это не просто притча. Это был некий человек. И очевидно, что Иисус знал эту семью. И вот этот отец, глава семейства. Когда Он говорил, приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря, «Он принимает грешников и ест с ними». Но Он сказал им следующую притчу. Когда Он говорил об этом человеке, как вы думаете, те люди, с которыми Он общался, знали эту семью? Думаю, что да. Думаю, что знали. Потому что здесь сказано, что был некоторый человек, у которого было два сына. И Он показал им целую картину того, как Бог будет обращаться с грешниками. Он не прогоняет их и не изгоняет вон. Он приближает их. Он хочет, чтобы они были с Ним. И именно с этой картиной возникали сложности у фарисеев. Но Иисус открывал, что это желание сердца Отца. Теннис, я помню то время в своей жизни, особенно в моей жизни, потому что я несколько старше тебя. Если вспомнить первые дни служения Билли Грэма, или даже поколения до него, когда Дуайт Муди пришел проповедовать, что Бог любит грешников, говорю вам, у него хотели отобрать лицензию проповедовать. Они считали, что Бог любит вас только после того, как вы принимаете спасение. Бог не любит грешников. Боже мой, это потрясающе. Потрясающе. Как Он мог любить грешников? Он ненавидит грех. Послушайте, это воспитало целое поколение каких-то приемных дочерей и сыновей с законическим мышлением. Да. Верно. А Иисус пришел и разрушил это мышление. Да. Разрушил это мышление. Он нанес ему серьезный удар. Разрушительный удар. И в этом случае, о котором он говорит, он описывает семью, отца, и мы называем это историей о блудном сыне. И это нормально. Однако интересно, что означает слово «блудный». В английском переводе это слово означает «расточительный». Именно поэтому мы используем это слово для описания этого юноши. Но оно не просто означает «расточительный». Оно также обозначает быть непомерно щедрым, экстравагантным. И когда я заметил это однажды, кстати, в своей книге о познании Бога, которую я написал недавно, я назвал одну главу «расточительный отец», потому что это откровение о непомерно расточительном отце, чрезвычайно щедрым отце. И меня поразило, что это слово «блудный», которое, кстати, не обязательно встречается в тексте. Это зависит от перевода, который вы используете. Но мы используем это слово, поскольку это откровение об отце, который немного более щедрый и расточительный, чем его сын. Вот какой это образ. Разрешите мне немного рассмотреть эту историю, потому что здесь есть несколько очень важных деталей. Кстати, давайте начнем с 11 стиха. «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу, «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение, дал им обоим». Им обоим? Обоим, да. Не только одному обоим сыновья. Он привел их обоих и сказал, «Хорошо, вот что я хочу сделать младшему и что хочу сделать старшему». То есть он разделил бизнес между обоими. Между обоими. Сразу же. Потому что младший попросил об этом. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно или расточительно. Я нахожу это интересным. Мы не знаем, что происходило в этом доме, но этот сын хотел уйти. И он не просто хотел оставить дом, он не просто хотел оставить эту деревню, он хотел оставить страну. Он ушел из дома так далеко, как только смог забраться. Пошел так далеко, чтобы найти фермера. Фермера, разводящего свиней. И это не было в его местности. Не в его местности, уверяю вас. Нет, нет. Именно так он и поступил. Он пошел куда-то в языческую страну. И вот насколько далеко он зашел. И послушайте, во многих семьях существуют проблемы. В нашей семье могут быть проблемы. В вашей семье могут быть проблемы. Но эта проблема была в этом доме. Этот отец стал образом того, как Бог будет относиться к каждому, даже если его ситуация проблемная. Послушайте, когда этот юноша попадает в чужую страну, в Библии написано, если мы прочитаем дальше, вы увидите там сказанное, «Пришед же в себя, он расточил все свое имение. Он получил работу кормить свиней, что для еврейского юноши было чем-то постыдным. Но он пришел в себя. И он придумал речь. Он осознал, что в доме его отца были слуги, которые жили лучше, чем он. Он очутился в такой беде, что хотел есть корм, который давали свиньям. Я слышал, его называют пойлом. Я никогда не кормил свиней, но эту пищу называют пойлом. И не знаю, насколько голодным нужно быть, чтобы захотеть ее есть. Просто поверь мне на слово. Ты этого не захочешь. Тебе не нужно туда идти. Я не хочу быть в этом хлеву. Да. О, нет, нет. Я совсем не хочу туда. Я стоял в хлеву и смотрел, как они едят эту пищу. Я видел, как моя бабушка и дедушка, а также моя мама, выливали большое ведро с пойлом в корыто. Наверное, неприятно выглядело. Неприятно. Не имеет с этим даже ничего общего. Как бы там ни было. Вам не стоит кушать это вместе с ними. Скажу это с уверенностью. Итак, насколько голодным был этот юноша? Он был в беде, но он хотел этого. И он пришел в себя и придумал небольшую речь. И в этой небольшой речи он собирался вернуться в дом отца и изложить ему свою речь, состоящую из трех пунктов. Я согрешил. Я недостойный называться твоим сыном. Я вернулся, чтобы быть наемным слугой в твоем доме. Такова была его речь. Он сказал, «Я скажу отцу, сделай меня одним из твоих наемников». «Я не достоин быть с твоим сыном». Да. «Тебе придется сделать меня своим наемным слугой. У меня даже нет права просить об этом. Придется тебе использовать все свое влияние, чтобы вернуть меня в дом хотя бы как слугу». И он думал, «Слуги тоже не захотят иметь со мной ничего общего. Ведь они будут меня ненавидеть. Почему мне разрешили жить в их помещении, есть их пищу?» Верно. «У меня нет никакого права быть там». Ему придется предоставить мне это право. Быть наемником. Понимаете? Быть наемником. Быть хотя бы наемником. Но когда отец услышал это, парень вернулся домой, и отец услышал, как он начал свою речь. И он не захотел даже дослушать до конца. И он все повторил в слово. Да, он начал речь. Он еще и потренировался. Да. Но отец даже не дал ему окончить эту речь. Он не стал слушать больше, чем «я недостоин». Потому что в ту минуту, когда он назвал себя недостойным, его отец просто прервал это. Он сразу же прервал его. И мы не будем углубляться в это. Именно эту картину Бог хотел показать людям, что Бог ищет сына. Кстати, Библия говорит, как этот отец, когда сын только появился на горизонте, отец выбежал, чтобы встретить его. И он обнял его и поцеловал его, и пригласил его в дом. И не было разговора о том, что он делал. Что ты сделал с теми деньгами, которые я дал тебе? И все такое. Можешь себе представить, какой запах исходил от этого парня? Ты говорил, что никогда не кормил сыней? Нет, я вырос в Лос-Анджелесе. Да. А я кормил. Ты не знаешь, какой запах там был. Но я знаю. Уверяю тебе, тебе бы не захотелось целовать его в шею. Наверняка это неприятно. Но сострадание... Да. Как там сказано, 20 стих. Встал и пошел к отцу своему, и когда он был еще далеко, увидел его, отец его, и сжалился. То есть это сострадание. Он мог почувствовать, каким израненным был его сын. Каким он был подавленным, запутавшимся. Он любил его. Он даже не почувствовал этого запаха. Это не имело для него никакого значения. И что важно, он обнял его, поцеловал, и захотел крепко прижать к себе. И он это сделал. Деннис, если бы отец нашел своего сына в том хлеву, он бы перескочил через ограду, взял бы это пойло, зашел бы туда. И сразу же бы начал обнимать его. Сначала бы этого парня вытащил оттуда. На месте. Сразу же на месте. Вот какой образ пришел принести Иисус. Сразу же он прогнал бы всех этих свиней. И он остается этим образом. И это послание, которое мы несем. Отец бросился сыну на шею. Он бросился обнимать его. Вот мой сын. Вот мой сын. Да, просто бросился обнимать его. Настолько он любил его. Мой мальчик вернулся. Мой сын вернулся. Не мой недостойный сын, будущий наемник. Нет. Мой сын. Мой сын вернулся домой. Слава Богу. Наше время подошло к концу, и мы продолжим говорить об этом на следующий. Да. Нам немного сложно, потому что мы люди Нового Завета. И мы вырастали именно в этом Новозаветном мышлении. Но в дни Иисуса они даже не слышали проповеди о благословении Господнем. Верно. И написано, что они удивлялись словам благодати, которые исходили из его ушей. Верно. Они никогда ничего подобного не слышали. И это восхитило их. И по этой же причине фарисеи так разозлились на него. Он шокировал этих людей. Не потому, что они не понимали этого или не видели этого, а потому, что Иисус использовал Писание, чтобы учить о благословении. Но их очень задело, что они не проповедовали об этом. Они приняли это как исправление и разозлились из-за этого. Разозлились. И они были... И разозлились из-за этого. Престыжены во многих случаях, я думаю. Вместо. Но не всех. Многие из них, как Никодим, приходили к Иисусу. И тот человек хотел слышать больше. Он хотел услышать больше. Иисус сразу же открыл ему это. Да. Он начал говорить ему о рождении свыше. И так далее. Но они слышали эти слова благодати. И когда они услышали их, они им поверили. И помазание начало работать. И большие дела были сотворены. Знаешь, истина в том, что Божье Слово — это помазание и благодать, которую оно содержит. Оно оживает в каждом, кто будет честен перед собой. Да. И в том, чего он достигает. Знаешь, было много религиозных людей. И мы сразу же указываем пальцем на фарисеев. Многие из них этого заслуживают. Но мы говорим о религиозных лидерах. Потому что именно они вызывали проблемы. Но существуют религиозные лидеры и сегодня. Но это не значит, что они все не принимают этого. Нет, это не значит, что они плохие. Нет, нет, нет. И это не значит, что они плохие. Мы не против них. Иисус не был против них. Он был за них. Я последний, кто бы обвинял их. Нет, нет, нет. Послушайте. По крайней мере... Верно. Они посвятили свою жизнь исканием Бога. А я растрачивал свою жизнь, не делая ничего, чтобы искать Бога. Да. Но когда эти люди, как Никодим... Вот что поднялось во мне, когда ты упомянул о нем. Он был человек с религиозными наклонностями. Однако, когда он услышал истину, услышал то, о чем проповедовал Иисус, это принесло ему свет. И он захотел иметь его полностью. И в Библии сказано, многие из них уверовали. Многие из них уверовали. Было много религиозных лидеров, которые следовали за Иисусом. Но он шокировал их. Проповеди Иисуса абсолютно шокировали этих людей. Что Бог ищет их. Что Бог будет разыскивать их, как пастух разыскивает заблудшую овцу. Этого просто не могло быть в их мышлении. Нет, не было. Однако, это была той картиной, которую Бог даже в Ветхом Завете хотел нарисовать перед ними. А тут Иисус заявляет об этом прямо и не дает им никакого другого выхода. Это логическое греховное мышление и греховное сознание. Бог ненавидит грех, и это так, это правда. Писание говорит, что Бог ненавидит грех. Что ж, Он ненавидит грех. А поскольку грех во мне и на мне... Наверное, Он должен ненавидеть и меня. Он обязан ненавидеть и меня. Это ложь из ада. Да. Это трюк, который сатана использует с людьми на протяжении веков. Однако истина в том, что Бог видит разницу между грешником и грехом. Он видит, что совершил грех, чтобы исказить мир человека. Но Бог разобрался с этим. И Он обеспечил путь, чтобы полностью изменить ситуацию и отделить этот грех от человека и позволить Ему ходить к Господним благословению и быть свободным от греха. Вот что пришло открыть Иисус. Потому что мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили всю прошлую неделю. В пятой главе послания к римлянам. Дар благодати. Праведность — это дар благодати. Поскольку преступлением одного смерть царствовала, и никто не был исключением. Смерть пришла на всех человеков. На хорошего, на плохого, нищего, вора. Смерть была на каждом и в каждом. Но послушанием одного праведность пришла на всех людей. Без исключения. Так, чтобы в любой момент, в любой день, в любое время, любой человек, молодой, старый, иудей, язычник, любой, ибо всякий, призывающий имя Господне, спасется. 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 Итак, все новое. Теперь все новое и все от Бога. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделали справедливо перед Богом. Вы научитесь царствовать в жизни посредством Иисуса Христа. Прямо сейчас. Начинайте немедленно. В ту же минуту. Это больше того, что мы знаем в нашей голове. Я помню, когда я впервые отдал свое сердце Господу, мы с Вики оба вышли из греховной жизни, точно так же, как и вы. Но мы не получили много религиозного воспитания и других подобных тому вещей. Однако, когда мы приняли Иисуса Господом, в нас сразу же что-то ожило, что мы можем ходить с Богом. Что мы на самом деле можем принять что-то от Бога. И что это — дар благодати. И были люди, которые пытались научить нас тому, что сбивало с толку. Но кое-что осталось с нами с самого начала. И Бог хотел, чтобы вы имели это. Даже больше, чем мы этого хотели. И, конечно же, больше, чем мы могли бы это заслужить, заработать или достаточно постараться, чтобы получить. Это было мгновенно. Что Бог, что Его милость вовеки. Два стиха. Его милость вовеки. И Он умер за нечестивых. Подхожу под это определение. Даже я подхожу под это определение. Да. И показалось, как будто бы это просто сдуло ветром. Все эти старые религиозные идеи. Что через мои грехи я потерял возможность войти в служение. И все такое. Это ложь из ада. Знаете, это сдерживало меня какое-то время. Да, это будет сдерживало. Но когда я осознал это, осознал это откровение о праведности, это сразу же дало мне преимущество. Да. Это греховное сознание просто вылетело, как птица из окна. Просто исчезло. Знаешь, мы возвратились к этой теме греховного сознания, о которой мы говорили на прошлой неделе. Но сейчас меня побуждает сказать, что это греховное сознание будет пытаться заставлять человека тяжело работать и делать все достаточно, даже если теперь они спасены, любят Иисуса, но все равно они пытаются сделать достаточно. Прочитать достаточно Мест Писания, помолиться достаточным количеством молитв, дать достаточно людям, и они все пытаются угодить Богу, чтобы заслужить чувство, что они достойны. Как вы знаете, я не думаю, что можно достаточно молиться. Я не думаю, что можно прочитать достаточно Мест Писания. Да, вы можете это делать. Да, вы можете. Но есть такое положение, где вы можете сказать «Спасибо тебе, Господь». И Бог удовлетворен вами, и вы удовлетворены им. И вы занимаетесь своими делами, и узнаете от Него, что Он хочет, чтобы вы делали, и идете, и делаете это. Да. Но это не постоянное осознание чувства вины. Я не могу совершить достаточно. И знаете, мы можем всегда чувствовать себя таким образом. «О, мне стоит читать больше, мне нужно читать больше». Каждому стоит читать больше. Мы должны читать Библию, но... Это не основывается на том, сколько еще я могу сделать. Да. Мне не обязательно доказывать что-то Богу таким образом. Кстати, мы говорили об этом раньше. Наша хорошая подруга Дженни Грейн... Сейчас она уже на небесах, наслаждается присутствием Господа. Много лет тому назад она... Хочу напомнить вам, о ком говорит Деннис. Она написала песню «Отпускайте свой хлеб по водам». И я записал эту песню, спел ее. И, кстати, я познакомился с Дженни прямо перед записью этой песни. Именно она помогла мне во время этой записи. А Билл делал фотографию для обложки альбома. Он сделал несколько обложек, а она написала большую часть музыки для этого альбома. Она была так помазана. О, да. И у нее было настоящее откровение. Она получала много откровений, слушая его проповеди. И Дженни — это еще один человек, который пришел просто с улицы. Да. Она ничего не знала. Да. Она и Билл. И они были как чистый лист. Да. Но какие приятные, чудесные люди. И оба уже славе Божьей. Они служили Господу, служили людям и благословляли очень многих людей за всю свою жизнь. И это дань благодати и милости Божьей. И она рассказала одну историю, которая на самом деле произошла с ней. И я подумал, что это описывает то, о чем мы говорим. У нее возникла какая-то проблема. Она нуждалась в хирургической операции, и очевидно, что она уже лежала на столе. И она рассказала, что неожиданно она как будто бы поднялась над своим телом и смотрела на него вниз. Она умерла на операционном столе. Да, она умерла там, на том хирургическом столе. Посмотрела вниз на свое тело. Она сказала, я была вверху, смотрела вниз на то, что там происходит, и я сразу же, в ту же минуту, была перенесена в присутствие Господа. Я очутилась с Господом. Господь посмотрел на меня. Он принял меня, поприветствовал и сказал, «Дженни, я хочу показать тебе нечто большее, пока ты здесь». Он развернулся и пошел, и начал говорить. И он рассказывал ей какие-то вещи, пока шел. Она шла прямо за ним. Но вот что она сделала. Она сказала, «Господь! Господь!» Она слушала, а потом сказала, «Господь, мне нужно вернуться назад. Ты должен послать меня назад». Ей казалось, что Господь проигнорировал ее. Он продолжил идти дальше. Сказал ей еще несколько вещей о том, что он хотел ей показать и дать знать. А она продолжала повторять, «Господь, мне нужно вернуться назад. Ты должен вернуть меня обратно. Есть вещи, которые я еще не совершила». Так продолжалось какой-то период времени, не знаю сколько. Неожиданно Господь остановился, развернулся и сказал так, «Дженни, ты возвращаешься обратно». И как только он произнес это, она почувствовала, как уходит. И тогда Господь сказал, «Прежде чем она ушла, вот почему я рассказываю всю эту историю». Он сказал, «Дженни, ты ничего мне не должна. Ты ничего мне не должна». И тогда она вернулась обратно. Она все время хотела вернуться обратно, чтобы закончить то, что надо сделать, чтобы наконец угодить Ему. И именно об этом она думала постоянно, пока была на небесах. Деннис, и я так поступал. Здесь есть одна черта. Да. Есть честь и слава. Да. Мы все это чувствуем, не правда ли? Какую любовь дал мне отец, почтил меня, что я могу называться его сыном. Несколько месяцев тому назад я уже ложился спать. Я был дома, и знаешь, как это бывает, когда мы возвращаемся из поездки домой. Я просто люблю... Я люблю бывать дома. Люблю бывать дома. Я выхожу от террасы к столу, потом опять на террасу, потом ложусь спать, прославляя Бога, поклоняясь Ему. И тогда я вышел из ванной и направлялся в кровать. Глория уже лежала. Я был между двумя комнатами. И почти как и каждый вечер я сказал, «Господь, я люблю тебя». И вот что я услышал, Денис, это было так громко. Он сказал, «Я тоже люблю тебя, сын». Слава Богу. Когда он сказал, «Сын, я чуть не перешел на небеса». Сразу же. Я уже имею это откровение, я знаю. Да. Но подумайте. Да. Он достиг меня своей любовью, и он называет меня сыном. Это едва не перенесло меня на небеса. Это потрясающе. Это потрясающе. Это вызывает у вас желание сказать, «Я обязан Ему всей моей жизнью». Я обязан Ему всем своим существованием. Это был дар. Не делайте этого. Не будьте обязанными. Не делайте. Послушайте, это дар. Спасение — это дар. Благодать — это дар. Да. Это был дар. Это должно было прийти как откровение. И оно работает сейчас в некоторых из вас. В тех из вас, кто никогда не отдыхает, потому что есть столько всего, что вам нужно сделать. Мне нужно показать Ему свою благодарность. Нет, не нужно. Вы проявляете Ему свою благодарность и свою любовь, веря, что это дар благодати. И входя в этот покой, Он любит вас. Он любит вас и утром, и вечером. Он любит вас каждую минуту. Мы пригодны, даже если ничего не делаем. Мы читали вчера, что Он сказал. Отец, покажи им, что ты любишь их так же сильно, как любишь меня. И исходя из почитания, мы хотим делать это. И это вызывает в вас еще больше желаний, когда вы почитаете и будете. Именно это хотел сказать Иисус Дженни. Я хочу делать это не потому, что я должен. Она поняла это. И когда вернулась, рассказала об этом. Что я вынес из этого, когда она рассказала об этом? Она не насладилась небесами. Она могла оставаться там дольше. Подумайте об этом. Потому что там нет ни времени, ни расстояния. Иисус мог показать ей целый месяц. Подумайте об этом. За полторы минуты. Она была бы там целый месяц, а в операционной только полторы минуты. Но она не могла наслаждаться. Иисус хотел показать ей небеса, а она спорила с Ним. Хотела вернуться обратно. И Иисус понял, что ей казалось, как будто бы она что-то должна ему. И что это значит? Она чувствовала себя некомфортно на небесах. Она не чувствовала, что ей уже пора там быть. Понимаете? Верно. Это не то, что вы думаете. Вы бы подумали, «О, посмотри, я здесь!» Вы не настолько изменяетесь. Верно. Да. У вас внутри должно что-то измениться. Потому что именно ее дух был там вместе с Ним. Вы не можете сказать, что у вас нет тела. Но эти мысли работали в ней, в ее духе. Иисус развернулся, и он исправил это навеки. Эти слова потрясли ее. Они потрясли тебя. Потрясли меня. Поразили меня. Дженни. Ты ничего мне не должна. Это так много значит. О, Иисус. Господь Иисус. Боже мой. Боже мой. Мы дошли сюда. Да, и когда отец бросился на шею этого блудного сына, сочувствие поднялось в нем. Да. От сына воняло, как от хлева со свиньями. Как мы уже говорили раньше, если вы никогда не были в хлеву, вы просто не знаете, что это за запах. Даже не пытайтесь себе его представить. Это вонь. Возможно, вы могли бы учуясь это еще на расстоянии. На расстоянии взгляда. Но милосердие ничего не почувствовало. Старая грязная одежда сына. Да, это было для него слишком. Предположить, когда он в последний раз мылся. Поскольку даже жилье для слуг не казалось ему достойным. Он был весь грязный. А ноги отца подкосились, его колени ослабели, и он буквально бросился сыну на шею. Бросился на него. Прижал к себе. Не знаю, может быть, они упали, оба на колени. Не правда ли? И просто... Не знаю. Но знаете, это просто повлияло на того парня. Он хотел произнести всю свою заготовленную речь. Он приготовил небольшую речь. «Отец, я согрешил, я недостоин». И отец сразу же остановил его. Сразу же, на словах «недостоин». В этом месте «недостоин». Он не собирался это выслушивать. И потом он сказал следующее. Отец обернулся к своим слугам и сказал, «Принесите самую лучшую одежду в доме. Принесите перстень, который представляет власть в доме». Он не получил этот перстень до того, как ушел. Да? Это правда? Да. Этот перстень не принадлежал ему. Но отец хотел надеть этот перстень ему на руку и хотел обуть его. Это можно изучить глубже и узнать, что одежда для нас представляет Божью праведность. Этот перстень... О, да. Это наша власть во Христе и в Его имени. Это обувь сыновства, в которую Бог обул наши ноги. Это образы, которые показывал Иисус, того, что отец делает для этого вонючего, грязного неудачника, расточительного сына. Неудачника сына. И что происходит? Он вводит его в дом и потом говорит, «Давайте зарежем откормленного теленка». Почему это был откормленный теленок? Понимаете, мы, западные люди, не мыслим категориями завета. Да. Мы мыслим категориями контрактов, документов, бумаг, чернил. Но это общество завета. Завета на Ближнем Востоке. Когда этот парень ушел, был приготовлен откормленный теленок. Когда он вернется? Потому что... Да. Когда он вернется, у меня нет никакого естественного права возвращать его обратно, потому что даже если он и не растратил все свое имение, он опозорил меня своим преждевременным уходом. И мне нужно быть готовым. Он был готовым. Иисус, агнец Божий, был готов прежде основания мира. Да. Вот это образ. Потому что Отец Небесный знал, что Кеннету и Денису это понадобится. Да. Он знал, что мы проснемся однажды в хлеву и скажем, «О, Боже мой!» Иисус скажет, «Иди-ка сюда, Сын». Я буду готов. Я готов. Я готов к этому. Слава Богу. И он принял завет. Да, он устроил праздник. И устроил вечеринку. И тот отец вошел в завет с этим парнем. Он привел его на то место, на котором сын еще не был. Вот на что указывал тот перстень. До того, как ушел. Вот на что указывает одежда. У него не было такого положения до того, как он ушел. Нет, нет, еще не был. Нет, нет. Он сделал его равным самим собой. Это одежда. Скорее всего, это была одежда отца. Без сомнения. Это была семейная одежда. Да. Если отец созвал всех, перед нами серьезное дело. Нет, подождите минутку. Он одевает на него одежду. Да. Усаживает его. Это одежда священника. Слава Богу. Этой семьи. И мы будем принимать решение. На мне его одежда. Точно так же, как судья одевает на себя мантию, и то, что он скажет, сегодня будет записано в протокол. И теперь этот сын будет носить ее. Он одевает ее на себя. Да, точно. И этот перстень говорит о чем-то, передает информацию. Видишь этот перстень? Да. Вот откуда мы это взяли. И еще с этих церемоний завета, которые были более серьезными, чем сама жизнь. И он носит этот перстень, который провозглашает, что он полноценный представитель семейной власти. Безусловно. Владычество, ответственности и также награды, которые приходят на этот дом. И отец заколол теленка и поклялся ему на крови этого животного. Мой сын вернулся, и он остается здесь. Да. Я дал ему свою власть. И он не станет одним из слуг. Слуги, я хочу, чтобы вы поняли. Теперь он, ваш начальник... Его отец не хотел иметь ничего общего с мышлением наемника. Нет, не хотел иметь ничего. Точно так же, как и наш Бог-отец. У него были слуги. И он ждет, что мы примем другое мышление. Деннис, мы владеем этой планетой. Да. Это система, которую Бог установил для нас. И мы должны иметь мышление управителей. Управителей над чьей-то собственностью. Это отличается от управителя своей собственностью. Но у нас есть статус собственника с обязанностями управителя. Собственника. Хорошо сказано. Мы владеем этим. И собственники имеют совершенно другое мышление. Когда вы владеете чем-то, вы по-другому обращаетесь этим, чем остальные. Мы сонаследники со Христом Иисусом. И Иисус поставлен наследником всего. А мы сонаследники с Иисусом. Мы владеем этим. Да. Написываем эти передачи. На это уходит два дня. Вчера мы записали все передачи прошлой недели. То есть мы за один раз записываем пять передач. Одна передача за другой. И сегодня мы записываем следующие пять передач. То есть это уже вторая неделя. Боже мой. Когда мы закончим запись пяти передач за один час, и нас выпустят отсюда, мы, наверное, будем свисать с этих перекладин. Но это именно так. Вам не обязательно куда-то идти. Вы можете слушать эти передачи в своем кабинете, в своей спальне. Вы можете слушать это на переднем сиденье своей машины. Вы можете скачать себе эти передачи, и можете слушать их, пока я идти по дороге. Да. Я так делал, и ты тоже так делал. Вы чувствуете, что вы вот-вот... Слава Богу. ...будете восхищены из своей машины. Вместо того, чтобы ехать, повторяя все свои проблемы и так далее. Верно. Понимаете? И выслушивая обо всех ежедневных бедствиях, которые происходят по всему миру... На этой магнитоле есть такая кнопка. Знаете, какая... Замолчи. Вот что мы узнали. Хочу сказать, я живу так, как и ты, уже долго. Не столько, сколько ты, но достаточно долго. И вот что я узнал. Это питание Словом Божьим. Вот что это. Питание этим мышлением. Мы не просто читаем Библию одну главу в день. Мы буквально питаем своего духовного человека, своего внутреннего человека, этими истинами, потому что они являются духовной пищей. Да. Это пища для праведного. Когда мы получаем Божьи слова и позволяем им питать нас, давать нам силы, укреплять нас. После двух дней в этой студии мы рассматриваем одно за другим. Да. И как ты только что сказал, это зажигает нас, потому что эти истины так изменили нашу с тобой жизнь. И мы наблюдали за этим. Дух сильного человека поддерживает его во времена телесной боли или беды. И вот что происходит в вашем духе. Вера приходит от слышания, от слышания от Слова Божьего. И Слово — это духовная пища, которая производит веру, любовь, радость, мир, благость, доброту, милосердие, воздержание. Все это. Все это составляющее Духа. Все это питается Словом Божьим. В духовном человеке происходит внутренняя работа, точно так же, как и в физическом теле. И вы питаете свой дух духовной пищей, и тогда точно так же, как и в физическом теле. Верно. Вы не просто кладете что-то себе в рот и проглатываетесь целиком. Так невозможно питаться. Пищу нужно проживать. С какой целью? Хорошо сказано. Это смешивает пищу. Слово Божье говорит, что вы должны смешать Слово Божье, которое вы слышите, с верой. Да. И вы начинаете смешивать его. Это пища чемпионов. И сидим здесь. Вот как это на самом деле работает. И вы слышите это, и вы принимаете это, смешиваете эти вещи. И это будет подниматься вот здесь. И у ада нет ничего, чтобы могло преодолеть это. Да. Знаешь, Денис, Бог создал все с потребностью в питании. И тогда Он создал пищу, чтобы питать ей все. Тело нужно питать. Разум нужно питать. Каждое живое существо нужно питать для того, чтобы оно могло вырабатывать жизнь. Иисус сказал, Слова Мои суть, Дух и жизнь. Знаете, размышления над Словом Божьим, фактически именно этим мы сейчас занимаемся. Это часть размышлений. Это не значит просто бормотать что-то. Но когда мы рассматриваем эти вещи, это часть размышлений. Когда Бог говорит нам размышлять над Словом днём и ночью, Он не говорит только о том, чтобы обязательно читать его. Он говорит о том, чтобы позволять тому, что мы получаем в Писании, становиться фильтром для нашего мышления, становиться пищей для нашего внутреннего человека. Как мы уже говорили, именно это заряжает нас. И частью ваших размышлений является время, проведённое на передаче «Победоносный голос верующего». И как сказал брат Коплан, когда вы берёте эти проповеди, скачивайте их для себя, слушайте их, чтобы они стали частью вашей духовной диеты. За все эти годы мы открыли, что именно это всё меняет. Есть верующие, которые питаются этими откровениями, и они знают, что они делают. Многие из вас, вы точно знаете, что вы делаете. Вы питаете своего духовного человека, и он обеспечивает вас энергией и силой и мощностью, чтобы подняться и преодолеть всё, что может выступить против вас. Слава Богу! Вы живёте своей обычной жизнью, и неожиданно что-то происходит, что-то врывается в ваше мышление, и большинство людей реагировало бы на это одинаково. Сразу же бросалось бы в этом направлении, как делают все остальные. Они все бегут в одном направлении. И в результате можно потерять все свои сбережения, накопления, пенсионные сбережения, что-либо другое. Но вместо этого что-то поднимается внутри вас, и вы говорите, «А что Слово Божие говорит об этом?» И вы вот начинаете думать по-другому, и вы направляетесь в направлении веры. Просто удивительно, каким слабым кажется то тёмное, что противостало вам. Я помню, когда Линдси, дочь Келли, в рождественское утро, когда ей было всего лишь 11 лет, проснулась в бреду. Она никого не узнавала. У неё был гнойный менингит. Позже, в тот день, Келли сказали, что врачи не дают ей никаких шансов. И Келли сказала, «Папа, это очень сильно подавило меня». Видите ли, большинство людей пошли бы в точно таком же направлении, услышав эти слова. «О, Боже мой ребёнок!» «Почему мой ребёнок?» И всё такое прочее. Келли же сказала, «Папа, когда это опустилось на меня, как тёмное облако, это была тьма, я ощутила тяжесть тьмы». Я ничего не хотела говорить о вере. Она сказала, что эта новость почти парализовала её. Но она сразу же обернулась к своей сестре Терри и очень решительно сказала, «Я отказываюсь бояться». Откуда она это взяла? Это вышло из её духа и изменило её направление. Она сказала, «Папа, когда я произнесла это, эта тяжесть сразу же оставила меня». Слава Богу. И просто удивительно, какой слабой эта тяжесть оказалась. В ту минуту, когда я произнесла слова из своего сильного духа, всё изменилось. Эта тяжесть просто раз и исчезла, растаяла. И Линдзи была исцелена менее чем через 12 часов. А сегодня она выпускница университета Орла Робертса и в служении. Аллилуйя. Славная молодая женщина Божья. Врачи говорили, что она должна была умереть 15 или 16 лет. Вот что хотел принести сатана. Именно этого он жаждал. Вот что он собирался. Сатана собирался испортить каждое Рождество, которое её семья должна была праздновать в будущем. Вот что он пытался сделать. О, это день, когда мы ловимся. И сделать всё возможное, чтобы ослабить свидетельство, силу и подобные вещи. Это его стратегия. Вместо этого я рассказываю эту историю, это свидетельство. Уже столько лет спустя. Хорошо. Хвала Богу. Хорошо. Хорошо, давай углубимся в Слово Божье, Данис. Мы питаемся Словом Божьим. Ты можешь сделать кое-что. Хорошо. Мы здесь. Смотрите, я хочу прежде всего рассмотреть 6 главу Евангелия. И она 6 глава. Потому что здесь мы видим одно из событий, где Иисус делает несколько вещей. Вы знаете, Он был мастером, чтобы максимально использовать каждый момент, который был Ему нужен. И Он хотел использовать это время, чтобы учить тысячи людей. Он собирался завершить это чудом, о котором мы будем говорить через минуту. Но также Он хотел изменить кое-что в Своих учениках, которые были близки Ему. Им нужно было увидеть что-то по-другому, не так, как раньше. И это удивительное время, 6 глава Евангелия от Иоанна. Туда сошлись тысячи людей. И, кстати, давайте я сразу же начну, например, с 4 стиха. Здесь сказано, «Приближалась же Пасха, праздник иудейский, Иисус, возведу очи Свои, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы накормить их?» Это вопрос. Это вопрос. «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Это очень прямой и простой вопрос. И удивительно, как простой вопрос можно понять настолько неправильно или вообще упустить его. Я упоминаю об этом именно потому, что очень часто мы упускаем саму суть, которую хочет показать Иисус. Филипп дал ответ, но он упустил суть. И я хочу, чтобы вы увидели, как он ответил в 7 стихе. Филипп ответил ему, «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Он не мог увидеть, что им достанется даже понемногу. И вы должны понимать, 200 динариев — это была зарплата обычного работника за полный год. Полный год работы. Им платили 1 динарий день. И Филипп говорит, «Нужна будет почти что зарплата одного человека за целый год, чтобы купить хотя бы чуть-чуть пищи для каждого». И это было всё, что мог увидеть Филипп. И Иисус спрашивал его не об этом. Это не имело абсолютно ничего общего с тем, о чём говорил Иисус. Совершенно ничего. Это сразу же ответила его голова. Очень часто мы можем столкнуться с тем же. Именно поэтому мы размышляем в слове. Его голова сразу же вступила в разговор, что мы не можем сделать и чего у нас нет. Знаешь, я впервые увидел это, когда ты только что сказал это. Он прямо-таки оторопел. «Где же мы купим столько пищи?» Не было никакой разницы, потому что у них не было денег. Даже если бы там появился только что отстроенный новый магазин, у них нет денег, чтобы купить такое количество еды. Тогда зачем же заботиться об этом? Я мог бы работать целый год. Всё равно мне бы не хватило денег, чтобы накормить всех этих людей. Он всё пропустил, думая о деньгах. И независимо от того, было у него столько денег или нет, его голова была абсолютно зациклена на том, сколько это будет стоить. Если это не описывает то, как многие из нас борются с тем, что говорит Бог, много людей в ту же минуту игнорируют то, что Бог говорит им, потому что ставят цену на первое место. Вместо того, чтобы ответить на вопрос, «Где мы купим хлеб?» «Где мы купим хлеб?» Иисус не спрашивал, сколько это будет стоить. Или для скольких людей мы планировали добыть чуть больше, чем немного. Вопрос был в том, где нам купить хлебов. И это важно, потому что они не заметили этого мышления, которое Бог хотел им показать. Иисус на самом деле указывал им на это и помогал им увидеть это. А другие ученики... Филипп ответил таким образом. Но послушайте, как ответил Андрей. Он был следующим. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь у одного мальчика пять ячменных хлебов и две рыбки. Но что это для такого множества?» И я отдаю должное Андрею, по крайней мере, он хотя бы уловил идею, где нам купить хлебов. Возможно. У него уже было беда у мальчика. По крайней мере, он понял эту амбициозную идею — приобрести что-либо. Но он в том же положении. Он сказал, «У нас здесь нет достаточно. Здесь недостаточно хлебов или рыбы». То есть суть его ответа была в недостатке. И Иисусу нужно было противостать этому и изменить кое-что навеки в мышлении учеников. Изменить это для нас с вами. И первое, что нам нужно осознать, это когда появляется вопрос, «Где нам купить хлебов?» А хлебов нет вообще. И тогда нам нужно быть честными и сказать, «Нигде нет хлеба, чтобы купить его». Вот этот ответ. Это был единственный ответ на вопрос. Да, правильный ответ был, «Господь, я не знаю, но мы знаем, что Ты знаешь». Ты знаешь, как это должно произойти. Да. Боже мой. Знаешь, иногда мы думаем, что нам нужно знать всё. О, Господь! И в то время, когда Иисус — единственный, у кого есть настоящий ответ на это, у Иисуса был другой подход к этому делу. И вот, что им нужно было сказать. Они были заинтересованы в том, чтобы позаботиться об этих людях. Они думали, эти люди будут страдать, если не поедят. И нам нужно просчитать, как это сделать для них. Иисус сказал, «Где нам купить хлебов?» И у Него был план. Он сказал им. Ему был нужен этот хлеб. И Он получил хлеб этого мальчика. И я верю, Он получил его честно. Я верю, возможно, Он купил его у этого мальчика. Но дело в том, что Ему нужно было, чтобы хлеб был в Его руках, чтобы Он мог показать им нечто и изменить их мышление навеки. И вы знаете, что произошло дальше? Иисус взял хлебы и воздал благодарение. Подождите минутку. Сначала Он сказал всем возвлечь. Однажды я увидел это. Не хочу пропустить это, потому что это было первое, что совершил Иисус. Он рассадил всех. Он сказал своим ученикам, «Велите им возвлечь». Он учил их целый день. Это длилось довольно-таки долго. Но когда Иисус велел им возвлечь, подумайте, что могло происходить в их мышлении. У каждого из этих людей. Учитель велел нам возвлечь. Он дал нам указания. Он собирается что-то сделать. Неожиданно, хотя Он учил, Он сосредоточил их внимание на ожидании. Что Он собирается сделать или говорить, чего еще не произошло сегодня? Он велел им возвлечь, чтобы они могли сосредоточиться. Я считаю это сильно. Бог дает нам и хочет, чтобы мы сосредотачивались на том, что Он замыслил. И когда они сделали это, тогда Он взял эти хлебы и рыбу и поблагодарил Отца. И когда я увидел это, меня поразило. Я представляю, как это произошло, как ученики принесли хлеба и рыбу от мальчика Иисусу. И что делает Иисус? Он берет их. Они нужны Ему. Он будет их использовать. И Он мог сделать много всего. Он мог сделать это любым способом. Но что Он совершил? Он хотел, чтобы они дали Ему то, с чем Он мог бы работать. Да. Это очень сильно, не правда ли? Да. Здесь есть то, что мы должны осознать в учении, служении и хождении с Богом. Бог всегда ожидает и требует, чтобы мы дали Ему то, с чем Он мог бы работать. Не обязательно, чтобы это было что-то большое. Но Он хочет, чтобы мы дали что-то. Однажды я чувствовал такую сильную боль в своей спине и бедре. Я пошел и встал на беговую дорожку. И мне на самом деле было очень больно. Наконец, в отчаянии я сказал, «Боже, сколько мне придется делать это?» И Бог ответил мне. Он сказал, «Ты не дал мне ничего, с чем я мог бы работать». Вот это да. Я остановился. Я сказал, «О Господь». Он сказал, «Дай мне свои слова веры, а не свои слова отчаяния». Слава Богу. И мне пришлось есть боль, нет боли, вернуться к Слову Божьему и увидеть, что Он говорит об этом, вложить это в свои уста и произносить, независимо от того, нравилось это моему телу или нет. И именно в этот день я начал приходить к полному освобождению от этой ситуации. Это был поворотный момент. Это был поворотный момент. Он сказал, «Дай мне то, с чем я мог бы работать». «Дай мне то, с чем я мог бы работать». Ему были нужны твои слова. Ему нужны ваши слова веры. Ему нужна ваша вера. Ваша вера. И связь. Если вы не добавляете слова веры к своему пожертвованию, оно не принесет вам никакой пользы. Да. Они могли принести рыбу, это не принесло бы ничего хорошего. Пока они не принесли свою веру и свои слова веры. Им нужно было верить. Им нужно было, по крайней мере, возлечь. Им нужно было возлечь и принести ему то, и принести ему то, о чем он просил. То, что он сказал. Как он сказал тебе? Да. Тебе нужно дать мне то, с чем я мог бы работать. Ты не даешь мне ничего, с чем я мог бы работать. И ты это сделал. Мне нужны твои слова веры, а не твои слова отчаяния. Это сильно. Очень сильно. Это слово от Бога для вас сейчас. Это Дух Святой обращается ко всем нам. И я тоже принимаю это. Бог хочет, чтобы мы обеспечили Его инструментами, которые Он использует для того, чтобы совершать чудесные вещи в нашей жизни, в нашем теле, в наших финансах и в наших семьях. У Бога есть то, чем Он может благословлять нашу жизнь. Но Он не делает это без нас. Он делает это вместе с нами и через нас. Именно поэтому Он дал нам Своё слово и Своё помазание, чтобы мы могли обеспечить и дать Ему те вещи, чтобы Он совершал Свою работу в нас. Он не совершает эту работу на нас. Он совершает её в нас. И когда Он совершил это в тот день, Он взял эти хлебы и рыбу. И я хочу, чтобы мы ухватились за это так же. Потому что, когда Он поломал этот хлеб и рыбу, Он не раздал их тысячам людей, находящимся там лично. Он вручил это ученикам. А ученики раздали людям. И я хочу, чтобы вы ухватились за этот принцип, потому что это важно. Иисус, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики, возлежавшим, так же и рыбы, сколько те хотели. и когда насытились, что-то ещё осталось. Но посмотрите на это. Там было более 20 тысяч человек. Верно. Я молился об этом. Сидел перед Господом в Его присутствии, размышлял об этом, позволял этому прокручиваться в моём духе. И я заметил, что в других рассказах об этой истории, в других местах, в других Евангелиях, Он накормил то же количество людей. А также были сказаны ещё другие вещи. И вы слушаете Духа Божьего. Если бы я позвал всех в эту комнату, и все встали бы вокруг стола, и я бы раздал, что у меня есть. В 14 главе Евангелия от Матфея сказано, что Он воздал благодарение, благословил хлеба и преломил их. Он произнёс благословение. Что это? Плодитесь и размножайтесь и наполняйте этих людей. Если бы я позвал сюда всех и сказал бы, хорошо, идите, накормите множество. Итак, я раздал пищу ученикам. Да. Чудо произошло, когда они пошли к людям. Слава. В их руках. И в руках людей, которые принимали. Знаешь, я раздаю это, понимаете? Ученики будут кормить множество. Да. Не забывайте, что чудо было проявлено через их руки. В их руках. Слава Богу. И чудо проявилось в руках людей, которые принимали. Это такая картина того, к чему Бог призвал каждого из нас сейчас. Знаешь, в 14 главе Евангелия от Матфея написано, что они пришли к нему. Они перебили его и повторили все проблемы, которые у них были. Это было только пустой тратой времени. Но Иисус ответил, вы накормите их. Что? Вы накормите их. И сказали, ну у нас совсем немного пищи. Он сказал, принесите мне, что есть. Разве это сложно? Это изменяет все. Не правда ли? Это важно. Он сказал, вы накормите их. Не приходите к нему и не говорите, Господь, у меня ничего нет. Скажите, Господь, открой, что у меня есть. Это твое. Это в твоем распоряжении. Все, что у меня есть, твое. Покажи мне, что бы ты хотел, что бы я принес. И в тот день, когда вы это сделали, вы открыли новый банк. Слава Богу. Да. Аминь. Да. Не тратьте попусту все свое время, рассказывая Богу о том, в каком плохом состоянии экономика. Он все это знает. Вы ни о чем не можете его проинформировать. Ученики сказали, Господи, уже темно. Им нужно сделать то-то и то-то, время позднее и так далее. Нет, нет, нет. Спросите у Бога. Скажите, Господь, ты являешься ответом. Я вопрошаю тебя. Открой мне, Господь, что у меня есть, что я могу принести тебе. И я это сделаю. Слава Богу. И я это сделаю. Слава Богу. Это те дни, в которых это должно произойти в нас. Да. Это откровение уже пришло. Да. Оно для нас сейчас. Наше время подошло. Как большинство из вас знает, пятница на передаче «Победоносный голос верующего» всегда является днем пожертвований. И я хочу показать вам 14 главу Евангелия от Матфея, о чем мы говорили минуту тому назад. Иисус только что услышал новость о том, что Иоанн Креститель был казнен. Иисус ушел один в пустынное место, но народ последовал за ним, и он жалился над ними и начал исцелять всех больных. И это продолжалось целый день. Но послушайте, что произошло дальше? Когда же настал вечер? Приступили к Нему ученики Его. Место здесь пустыное, время уже позднее. Они только повторяли Ему проблему. Как будто бы Иисус ее не знал. Господь, состояние экономики очень плохое, я потерял работу и так далее, и тому подобное. Вот мой план, Господь, если бы ты только мог сделать то и то, и так далее. Нет, нет, нет. Иисус сказал «Вы накормите их». И только под конец передачи я увидел это. Понимаете? Я говорил, что это были те хлеба и рыбки. Ученики прервали его, когда Иисус исцелял людей, и сказали ему, «Отпусти народ». Да ну же, вы собираетесь прерывать излияние Духа Святого из-за какой-то ерунды? Вы можете потерять свой церковь, если будете заботиться о выплатах. И если вы не будете осторожными, вы можете заглушить излияние Духа. Каким образом можно было бы прервать его приемлемо, если бы они подошли к нему, дернули бы за рукав и сказали, «Господь, извини, что прерываем тебя, у нас здесь есть несколько хлебов и рыб, и нам нужно накормить этих людей. Если ты благословишь эти хлеба и рыбы, аминь, мы накормим их». Да. Как вам такой подход? Да. Что если, невзирая на весь этот беспорядок, проблему с работой, всю эту путаницу, вы просто принесете то пожертвование, которое у вас есть. Принесите его ему и скажите, «Господь, я хотел, чтобы ты знал мое увольнение и все прочее, ничего не значит. Я принес то, что у меня есть. Тебе, Господь. Благослови это, и мы пойдем дальше и завершим то, к чему ты призвал меня». Благослови это. Да. «И я буду заправляться на эти деньги бензином и поеду, куда только смогу». Благослови это. Время чудеса. «Я благословляю это в твое имя». Да. «Это время чудеса». И это отношение веры. Отец Небесный, открывай людям, какое семя ты ожидаешь от них в ответ, согласно написанному в 6 главе послания Галатам относительно этого служения и работы этого служения. «Мы воздаем тебе хвалу, и мы высвобождаем помазание умножения в их жизни». Мы благословляем это, мы преломляем это, и мы раздаем это во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Слава Богу. Аминь. Будьте частью хорошей церкви. Слава Богу. Денис, спасибо тебе. Мне очень приятно. Это было чудесно. До встречи. И помните, что Иисус Господь. Иисус